Около 68 тысяч французов умерли от COVID-19 в 2020 году. И вскоре Франция может достичь смертности в 100 тысяч. Об этом объявил Институт демографических исследований. Как говорит специалист Института Жиль-Пизон в прошлом году от коронавируса умирал один из тысячи. Это, по его словам, сократило ожидаемую продолжительность жизни при рождении примерно на шесть месяцев. «Давайте не будем себя обманывать. Шесть месяцев, кажется, вроде мало. Но это довольно много, если оценивать уровень смертности». Число смертей, зарегистрированных во Франции в 2020 году, увеличилось на 55 тысяч по сравнению с 2019 годом. Учитывая количество смертей от COVID-19 – 68 тысяч, из этого можно сделать вывод, что смертность по другим причинам сократилась. Эксперты объясняют это тем, что люди стали меньше умирать от сезонного гриппа и в результате ДТП. Также смертность сократилась от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической дыхательной недостаточности. Впрочем, если не было бы пандемии, то пациенты всё равно могли бы скончаться от этих недугов, и тогда причина смерти была бы другой. Ещё одним последствием пандемии стал спад рождаемости. Ожидалось, что локдауны приведут к бэби-буму. Но вышло наоборот – рождаемость сократилась на 13%. Как ожидается, в 2021 году уровень рождаемости снизится ещё больше. Многие пары откладывают рождение детей. Суточный прирост новых заражённых коронавирусом в Индии продолжает бить антирекорды не только страны, но и всего мира. В четверг, согласно официальным данным, здесь выявили более 200 тысяч новых инфицированных. Такого не было нигде в мире с начала пандемии. В больницах не хватает коек, и пациентов, нуждающихся в кислороде, кладут подвое на одну кровать. Это государственная больница в Нью-Дели – одна из крупнейших в стране, где лечат только пациентов с COVID. Рассчитано на полторы тысячи человек. По факту, пациентов больше, и поток скорых не прекращается. «У нас перегруз, всё занято, пациентов в два раза больше. Изначально коек в реанимации у нас было меньше, мы добавили. Было 54, теперь 300». В прошлом году в Индии на три месяца вводили один из самых строгих в мире локдаунов. К началу текущего года почти все ограничения сняли. Сейчас во многих регионах страны, включая крупнейший индийский город Мумбаи и штат Махараштра в целом, вводят локальные ограничения. По общему числу заражённых, Индия на втором месте в мире после США. С начала эпидемии вирус выявили здесь почти у 14 миллионов 300 тысяч человек. В новой вспышке власти винят неспособность людей соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Два комитета Европейского парламента, которые отвечают за отношения с Великобританией, большинством голосов утвердили торговые соглашения между Лондоном и Брюсселем. Это стало завершающим шагом к финальной ратификации договора. Комитеты по иностранным делам и торговле совместно отдали 108 голосов за документ. Один голос был против, и четверо членов воздержались. Теперь соглашение должен утвердить Европейский парламент. Это будет окончательным шагом перед тем, как документы в декабре подпишут Великобритания и ЕС. Выступая перед голосованием, законодатель Кристоф Хансен предупредил, что если Европарламент отклонит договор, то это навредит европейским компаниям. «Одобрение договора о торговле и кооперации означает юридическую определённость для компаний, которые работают в сложных обстоятельствах, когда сети поставок нарушены Брекситом, а также, конечно, пандемией». Законодатель Бернт Ланге, который возглавляет Комитет по международной торговле, предупредил коллег, что парламентский орган ЕС не одобрит договор, если Великобритания не выполнит протокол соглашения о выходе по Северной Ирландии. «Совершенно очевидно, что дата пленарного голосования не назначена, и для этого есть причина. Мы хотим видеть чёткие обязательства по выполнению протокола по Северной Ирландии». Напомним, ЕС начал юридическую процедуру против Великобритании за то, что Лондон в одностороннем порядке изменил некоторые пункты договора, которые касаются Северной Ирландии. Так он продлил переходный период, после которого начнутся проверки товаров, ввозимых из Великобритании в Северную Ирландию и обратно. По условиям Брексита, Северная Ирландия фактически останется в едином рынке ЕС. А вот таможенный контроль будут вести между ней и Великобританией. Администрация Джо Байдена наложила новые санкции на Россию. По мнению американских властей, Москва вмешивалась в выборы президента США, проводила кибератаки, нарушала принципы международного права и совершала другие дестабилизирующие действия. В рамках санкционных мер с 14 июня банкам и другим финансовым учреждениям США запретят приобретать на первичном рынке долговые ценные бумаги, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России. Кроме того, из Вашингтона высылают десятерых российских дипломатов. По мнению властей США, среди них есть представители российских спецслужб. Также санкции коснутся 16 российских организаций, 16 российских граждан, которые, по мнению администрации Байдена, вмешивались в выборы в США. На фоне сообщения о расширении санкций, курс рубля немного ослаб по отношению к доллару и евро. Цены, естественно, подросли. Разборного товара первой необходимости. Одно из самых таких. Как остается обычная смертная. Обычная одна вода. Нужны, конечно, переговоры. Нужно общаться, выяснять причины. Это очень сложная политика на самом деле. Здесь до тех пор, пока высшие не договорятся, так и будет. Министерство иностранных дел России обещает дать решительный отпор санкциям США. Шить, создавать изделия из дерева, металла и керамики и даже чинить телефоны – всем этим премудростям можно обучиться в бесплатных мастерских в Санкт-Петербурге. Вход открыт для людей старше 18 лет. Это пространство открытое, общественное для горожан, созданное с целью, чтобы популяризовать ручной труд, чтобы у горожан была возможность реализовать какие-то свои идеи, потребности. Днем здесь работают начинающие мастера, у которых нет возможности заниматься ремеслом в домашних условиях. Супруги Петр и Ксения увлекаются гончарным делом. В мастерской они могут пользоваться дорогостоящей печью для обжига керамики. Кроме печки нужно еще пространство для лепки, потому что, опять же, от дома ты можешь довести очень аккуратно, может быть, первый обжиг, но второй, то, что связано с глазурями, просто невозможно довести. Нужно здесь сделать, в этом пространстве работать и в этом же пространстве обжигать. Начинающие мастера могут пользоваться цехами полгода. Взамен должны разработать бесплатный проект вместе с благотворительной организацией или что-нибудь сделать для города. В мастерских также проводят семинары и курсы. Записываться нужно заранее. Кто-то хочет что-то сделать дома, кто-то хочет изучить что-то новое, кто-то хочет понять вообще, что это такое производство оборудования. История масса огромная. У каждого своя цель. Сюда можно прийти и на один день, например, чтобы перешить старую вещь. В каждом зале есть опытный мастер, который готов прийти на помощь. А эта пожилая петербурженка пришла отремонтировать раму для картины. Отвёртку держит в руках второй раз в жизни, поэтому без помощи ей не обойтись. Я пытаюсь отреставрировать старую раму на картину, придать ей вторую жизнь, потому что картина осталась, а рама уже не жилец. В мастерских также можно делать небольшие изделия из кожи, собирать мебель, создавать платы для компьютеров и учиться работать на различном оборудовании. Во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне проходит фестиваль тюльпанов. К нему готовились с осени. Садовники посадили более 105 тысяч луковиц разных сортов, в том числе 60 редких. Мы закончили примерно ко второй неделе октября. А зимой наблюдали за ними и оберегали от вредителей, чтобы луковицы остались в целости и сохранности. А потом ждали, когда придёт весна, и они зацветут. Потому что никогда не знаешь, зацветут ли они снова. В Нижнем Оранжерейном саду цветут самые редкие и уникальные тюльпаны. Именно здесь королева Мария Вторая в конце 17 века выращивала экзотические растения. Тюльпаны тогда стоили очень дорого, как, например, сейчас стоит семейный автомобиль. Некоторые сорта сохранились до наших времён. «Некоторые сорта, высаженные у нас, датируются 1660 годом. Так что прошло более 300 лет с тех пор, как их посадили здесь в землю, и они стали расти и цвести. Теперь мы ими любуемся». Минувший год для Хэмптон-корта был трудным. Управляющий им благотворительный фонд «Исторические королевские дворцы» понёс убытки в 100 миллионов фунтов стерлингов. Руководство уволило 40% сотрудников и свернуло много проектов. Но сейчас туристы постепенно возвращаются. «Мы ожидаем, что посетителей будет больше, поскольку местные жители продолжают приходить. Также и другие британцы берут отпуска и, надеюсь, приезжают в Лондон. Лондон – отличное место для отдыха». Дворец Хэмптон-корт начали строить в 1514 году. Тогда он принадлежал кардиналу Томасу Олси. Позже тот подарил дворец королю Генриху VIII. Долгое время здесь была загородная резиденция английских монархов. В конце XIX века королева Виктория открыла дворец для публики. Афганский дизайнер Мариам Юсуфи создаёт эскиз нового платья в своём доме в Кабуле. Наряды 25-летней женщины сочетают западный и традиционный афганский стили и стоят от 12 до 100 долларов. «Я и не надеялась, что моя мечта когда-то воплотится». Предприниматели, как Мариам, могут вести бизнес благодаря электронной коммерции, которая в Афганистане активно развивается. В 2016 году здесь создали платформу «Клик.аф». Она напрямую связывает производителей и клиентов со всего мира. «Я рада, что в стране есть такие платформы, где можно размещать фото и описание одежды. И люди из любой точки мира могут с лёгкостью выбирать эту одежду. В первую неделю, когда я начала свой бизнес, благодаря «Клик.аф» я получила 14 заказов». Ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает оставаться напряжённой из-за активности боевиков-талибов. «Когда я думаю о войне в Афганистане, я не могу понять, почему она не заканчивается. Правительство сражается, Талибан сражается, американские силы сражаются. Но каков результат? За что они сражаются? Когда у нас уже наступит мир? Мы все очень устали. В такой обстановке я живу всю сознательную жизнь». Создатели платформы говорят, что сайт уже помог 45 афганкам начать свой бизнес, такой же, как у Мариам. «Мы смогли подключить к сети местных продавцов, ремесленников и художников и связать их с клиентами на глобальном рынке. Раньше они не могли продавать свои товары напрямую иностранным покупателям. Им приходилось работать через посредников». Между тем, клиенты рады, что могут делать заказы, не выходя из дома. «Несмотря на проблемы с безопасностью и обстановкой в стране, наши онлайн-службы нашли способ работать. У них есть клиенты, и они предоставляют услуги очень хорошо». Тем временем Мариам планирует расширять свою компанию и в будущем хочет, чтобы её бренд стал синонимом афганского дизайна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова